Вкусное и полезное питание в учреждениях образования нашего района давно уже стало привычным. И у городских школ, и у сельских, вне зависимости от места расположения и числа учащихся, есть возможности, чтобы хорошо накормить школьников. Но вот в селе сполна воспользовались этими возможностями ответы в нашем следующем репортаже. На заседание Совета по питанию были приглашены руководители школ города и района. Начальник управления образования Олег Сентищев в своем выступлении подчеркнул важность данного вопроса. Дети, получающие полноценное питание, в большинстве случаев меньше устают и демонстрируют лучшие успехи в учебе. Организация питания в школе должна быть построена так, чтобы оплатить все 100% питания обучающихся. Таким образом, питание учащихся в общерозвитетном учреждении важны, показатель активности деятельности. Но, к сожалению, у нас данный показатель динамично снижался на протяжении всего 2017-2018 учебного года. И если в лучших по этому показателю школах охват получающих питание школьников приближается к полному, то в некоторых даже не достигает 60%. В чем же дело? Ведь прилагаются действительно недюжинные усилия, чтобы питание было качественным, недорогим и отвечало всем санитарным нормам. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко подчеркнул, что организация питания в школах – это прямая обязанность их руководителей. Охват питающихся школьников должен быть в центре внимания директоров. И в следующем учебном году внимание к этому вопросу не должно ослабевать. Также он потребовал погасить задолженность перед предприятием «Здоровое питание». Все вопросы, связанные с качеством и разнообразием школьного питания, вполне решаемы, и они впредь будут решаться в рабочем порядке. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok